Когда могущая зима, как бодрый вождь, ведёт сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар перов. «Царица грозная чума теперь идёт на нас сама, и льстится жатвою богатой, и к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой, что делать нам и чем помочь?» Как от проказницы зимы, запрёмся также от чумы, зажжём огни, нальём бокал и утопим весело умы, заварив пиры да бал, пославим царствие чумы. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъярённом океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в воровийском урагане, и в дуновине чумы. И всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение. Бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. «Итак, хвала тебе, чума! Нам не страшна могила тьма, нас не смутит твоё призвание. Бокалы пеним дружно мы, и девы розы пьём дыхание, быть может, полная чумы».